Музыка Слышь, что? Тебя где так ездить научили? Ты, ты что очки свои напялил, уже людей не видишь? А ты что так базаришь? Ты что, проблем хочешь, что ли? С вами Айркан Тиви, Айрат. Поехали! Всем известно, что авто вошел в нашу жизнь практически как неотъемлемая вещь. Поездки на работу и обратно, шоппинг, туристические поездки, джип-сафари и так далее. Канада не исключение. Эмилигируя в зарубежные страны, нужно подумать заранее об некоторых вещах. Если у тебя есть водительское удостоверение, водительский и страховой стаж, обязательное страхование, транспортное средство, то это может пригодиться дальнейшим в ту страну, куда ты эмигрируешь. Возьмем примеру Канаду. По прибытию в Канаду, если ты приехал не на один месяц, а на долгий период, стоит обзавестись канадским водительским удостоверением. Даже если у тебя не очень с английским, нужно идти в ближайшее отделение по сдаче теста в теоретической части, так называемой G1. Там ты будешь давать на компьютере террористическую часть. Не забудь сказать, что твой родной язык русский. Тебе включат программу на компьютере на русском языке. www.drivetest.ca Это сайт провинции Онтарио, где ты можешь узнать оперативную информацию о сдаче экзаменов и получении Drive License, ближайшие адреса центров по сдаче экзаменов. Нужно будет показать твои водительские удостоверения с местным переводом. Возьми с собой справку, что у тебя был водительский опыт в твоей стране и справку страховой компании, что твой авто был застрахован не менее трех лет. Все эти справки переведи у нотариуса в твоем городе, куда ты приехал. Потому что если ты переведешь эти справки с твоей стране, то этот перевод могут не принять, так как нужно перевод местный. Что дает этот документ Juwan? Это твой первый документ. Его еще называют ID, Driver License или удостоверение личности. Канадцы водят очень осторожно в машины, потому что здесь за любое нарушение штрафы идут большие. И помимо этого здесь все штрафы записываются в компьютер. То есть в полицейском участке любой полицейский может увидеть твои штрафы. И в дальнейшем зависит на твою страховку. То есть страховка поднимается. Как произошло, как я получил второй тикет. Буквально прошел где-то месяц, наверное. И нам с дочкой надо было поехать в одно место, в котором мы никогда не были. И приехав, мы стали искать парковку. И по моему мнению, я припарковался правильно. Выйдя с дочкой, где-то на минут 10, вернувшись обратно, мы увидели тикет. 60 баксов. Неправильная парковка. Видите эту машину с симпатичным желтым блокиратором? Она моя. Я снова опротестовал. Пришел опять же туда, в полицейский участок. И я также указал, что мне нужен переводчик. В первом случае мне предоставили переводчик. Но я разговаривал с переводчиком по телефону. Офицер был, скажем, в кабинке сидел. Он меня видел через стекло. А я разговаривал по телефону с переводчиком. Вот в этом случае, во втором случае, мне не предоставили переводчика. И этот же полицейский стал говорить. Давай, говори. Разговаривай со мной по-английски. Вот. И потом он открыл компьютер, посмотрел, сказал, дорогой, ты месяц назад у меня был. Я тебе простил. Почему ты опять пришел? Я ему сказал, что тот был совсем другой штраф. Тот был пожарный гидрант. А в этом случае я просто не дополнил этого знака. Я подумал, что этот знак как раз, что можно парковаться. А оказывается, после этого знака можно было парковаться. Вот. И потом штраф был 60 долларов. И он мне спрашивает, сколько ты можешь оплатить? Я ему сказал, что ну 5, может быть максимум 10 долларов. Я ему сказал, что в данном случае я ухожу в школу, я изучаю английский язык, учу английский язык. На данный момент я не работаю. Вот. И он, там у него в офисе была девушка русскоязычная. Он ее пригласил и попросил, чтобы она перевела мне. Он сказал, что в последний раз он прощает меня. Вы сегодня здесь. У вас такое уважение к законности и порядку. И ходите в суд за штрафом за парковку. Я отклоняю этот штраф. Спасибо, Ваша честь. Прощает меня. Вот. И чтобы больше я не появлялся. Если я в следующий раз появлюсь, если я что-то нарушу, то он не будет мне больше прощать. Я ему сказал, спасибо большое. Я постараюсь впредь больше к вам не появляться. Если тебе понравилось видео, то где-то вот здесь, там будет кнопочка, подпишись. Нажми на колокольчик, чтобы ты мог увидеть новое видео. Остаемся на связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok